Привет! Сегодня мы с вами запилим судоку и перейдем непосредственно к реализации. Для этого объявим константу переменную n в размере трех, которая будет отвечать за размер блока на нашей карте. Напишем функцию generateMap, но помимо этого еще объявим двумерный массив map размера n на n, n на n, то есть 9 на 9. Как раз таки это и есть размеры карты судоку. Теперь в функции генерации карты через двумерный массив мы будем обрабатывать нашу карту. Теперь посмотрим, как же нам нужно забить эту карту, чтобы было все верно. То есть первую строчку мы заполняем от 1 до 9, вторую строчку мы заполняем со смещением на 3, то есть уже 4, 5, 6 и так далее. Третью строчку еще раз смещаем на 3, тоже 7, 8, 9. Заметьте, затем четвертая строчка мы делаем смещение на 1 относительно первой строчки, затем также делаем смещение на 3 относительно четвертой строчки, то есть 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. И в седьмой строчке мы тоже делаем смещение еще на 1, то есть уже там 3, 4, 5. И относительно этой строчки мы делаем смещение уже 6, 7, 8 и так далее. Соответственно, как нам это забить в нашу карту? Забивать мы будем значение с помощью данной формулы, которая поможет нам как раз таки определить нужное положение всех цифр на карте. Теперь объявим функцию CreateMap, которой мы будем создавать уже объекты на нашей форме. И будем вызывать ее в конце функции GenerateMap. А саму функцию генерации карты мы будем вызывать в конструкторе формы. Скопируем цикл, который нам понадобится в этой функции. И что мы будем здесь делать? Создаем новую кнопку. Также не забудем добавить константу с размером кнопки. То есть в данном случае она будет равна 50. Затем к каждой кнопке мы задаем нужный размер. После этого нам нужно запихнуть в эту кнопку текст, который соответствует значению в этой житой позиции на карте. Также необходимо задать расположение данной кнопки относительно координат И и Ж. То есть Ж в данном случае у нас отвечает за смещение по Х, а и за смещение по Y. И после всего этого мы должны добавить новосознанную кнопку на нашу форму. Теперь запустим проект и видим, что у нас создались кнопки. И видим, что расположение кнопок является правильным, которым мы загадали. Точнее приняли правильным в начале видео. Теперь нам нужно будет написать пару функций, чтобы перетасовать нашу карту. Для этого мы будем напишем функцию транспонирования матрицы. Затем напишем функции перемещения двух столбцов и двух строк в пределе блока. Затем тасовку двух блоков. То есть блок это три ячейки, которые я показываю на картинке. Двух блоков по вертикали и двух блоков по горизонтали. То есть чтобы мы могли их тасовать и при этом уникальность цифр в строках и столбцах она не терялась. Соответственно перейдем к написанию функции транспонирования матрицы. Здесь мы через цикл for двойной должны поменять местами строки и столбцы. Для этого вначале мы объявим временный массив двумерный тмап, который поможет нам осуществить поставленную нами задачу. И соответственно в тмап и тжит мы записываем мэп житая и т. И после всего этого мы в мэп кидаем тмап. Теперь нам нужно вызвать транспонирование матрицы перед созданием карт. Протестировали. Выглядит правильно. То есть данная функция работает верно. Теперь напишем функцию смены строк в пределах одного блока. Через рандомную переменную n мы получаем рандомный блок от 0 до n, то есть 0,1,2. Затем получаем рандомную строку через также рандомную переменную. И высчитываем линию, которую будем менять местами. Также генерируем еще один строку, которую нам нужно будет поменять. И высчитываем линию для нее, то есть line1 и line2 мы будем менять местами. Цикл while нужен, чтобы у нас строки не повторялись. Соответственно через цикл for мы пробегаемся от 0 до n на n и меняем элементы местами через временную переменную. Вызовем функцию после транспланирования матрицы и посмотрим, поменялось ли что-то у нас. Видим, все отработало верно. Теперь напишем функцию для смены уже столбцов в пределе одного блока. Просто заменим. Поменяем местами некоторые перемены и функция уже будет готова. Теперь также вызовем ее до функции createMap. И предыдущие вызовы закомментируем, чтобы было понятно, что у нас происходит. Как видите, у нас поменяли стопцы 5 и 4 местами, значит все работает верно. Затем напишем функцию, которая будет у нас менять блоки в пределах строк. То есть блок это тот квадрат 3х3, то есть не квадрат, а прямоугольники размером 3х3. Соответственно мы получаем рандомный блок. Блок 1, блок 2. Проверяем, чтобы они не повторялись с помощью while. Затем высчитываем каждый блок, умножив его на n, получив его точную координату. И через цикл for, точнее даже двойной цикл for, нам нужно будет поменять местами два наших блока, которые мы нашли через рандомные переменные. То есть здесь все просто, первый цикл у нас от нуля до размера нашей карты. Затем создаем переменную k, которая будет равняться блок 2. И через цикл от переменной блок 1 до блок 1 плюс n мы меняем местами переменные в наших блоках. Запустим проект и убедимся, что все отработало верно. Запускаем программу и смотрим, что у нас, в принципе, наша тасовка сработала верно для блоков в относительно горизонтального их положения. Теперь напишем ту же функцию для смены блоков по вертикали. То есть здесь все просто, так же у нас уже есть готовая функция, в которой мы поменяем значение местами индексы. И так же вызваем ее перед созданием карты. И как можем видимо, у нас поменялись местами блоки 7, 8, 9 и 4, 5, 6. Теперь напишем еще одну функцию, с помощью которой мы будем перемешивать наше изначальное состояние карты с помощью написанных ранее нами функций. Для этого в функцию будем передавать какой-то i, относительно которой мы будем выбирать, что нам вызывать, какую функцию. Соответственно, есть 0 транспонирование, 1 смена строк, 2 смена столбцов, 3 смена блоков по вертикали и 4 смена блоков по вертикали. Теперь перед созданием нашей карты мы через цикл for и через рандомную переменную R, через, да, переменную, короче, будем получать рандомную переменную и отсылать ее в shufflemap. И также напишем, что в дефолтное мы будем делать транспонирование матриц. Теперь запустим проект и посмотрим, что у нас произошла перетасовка нашей карты. И выглядит это вроде как более-менее нормально. Теперь напишем функцию, которая будет скрывать нам часть ячеек, для того, чтобы была возможность поиграть в нашу судоку. Создадим двумерный массив кнопок, чтобы было проще к нему обращаться. В функции createMap мы должны запихнуть новосознанную кнопку в этот массив. Теперь в функции hideCells укажем объем переменную n, то есть сколько кнопок мы будем прятать. Затем через двойной цикл for будем бегать по всей нашей карте. И через рандомную переменную мы будем определять, следует ли нам спрятать эту кнопку или нет. Соответственно, этот метод не гарантирует стопроцентного решения, так как он является рандомным методом сокрытия клеток. Но так как количество скрываемых клеток у нас недостаточно большое, то, думаю, решаемость сгенерированного судока будет. То есть если уже куда-то заглядывать дальше, то нужно писать какой-то алгоритм или анализировать решаемость текущего судока. То это уже, если хотите, сами будете добавлять. Теперь нам нужно в генерацию карты, когда мы создаем значение для карты, там же добавить строчку создания новой кнопки, этой житой, чтобы не возникало ошибок. Теперь функцию hideSales мы вызовем после создания нашей карты. Теперь добавим цикл while в нашу функцию hideSales, для того, чтобы гарантированно закрыть все 40 кнопок. Соответственно, мы в эту житую кнопку записываем текст. Если нам нужно ее сокрыть, если нет, то мы оставляем ее пустой. И также, если аром на нулю, мы уменьшаем количество клеток. То есть определяем, что текущая клетка была закрыта. Побаловались немного с размером убираемых клеток. Это уже можно поэкспериментировать и оставить значение, которое вам будет нравиться. Теперь напишем обработчик нажатие клавиши в соответствующие ячейки. Чтобы мы могли выбирать, какое значение, то вставить и перебирать их. Соответственно, получаем нажатую кнопку. Затем получаем текст этой кнопки. И через условие и смотрим. Если у нас текст там пустой, значит мы должны запихнуть туда единицу. Если он не пустой, то мы должны увеличить число, которое находится в этом тексте, на единицу. Соответственно, мы парсим собираем этот текст, потом увеличиваем нам на 1. И пихаем этот текст, уже увеличенное значение, в кнопку. И если это значение равно 10, мы уменьшаем его до единицы. Соответственно, где мы создаем кнопки, мы привязываем это событие через клик. Запустим проект и посмотрим. Кнопки некоторые увеличатся, некоторые нет. Потому что, когда мы проверяем на пустую клетку, допишем, вызовем функцию в метод изнал о ремте, но это все равно не помогает, потому что нам нужно... Мы как бы поставили текст в единицу, но не запихнули его в саму кнопку. То есть, следующая строчка будет верна. Теперь смотрим, и в принципе, обработчик нажатия на клетку работает верно. Теперь скроем те кнопки, которые нам не нужно менять. Сделаем их неактивными. Смотрим, кнопки, которые у нас есть в тексте, стали неактивными, но не все. Почему-то это не отработало верно. Для этого напишем следующую проверку. То есть, если строка пустая, то мы кнопку эту деактивируем. И все же эти клетки остались. Соответственно, добавим дополнительную проверку, что если у нас текст текущей кнопки все-таки какой-то есть, то мы... Точнее, его нету. То мы выполняем следующее условие. Добавим дополнительную скобку. И это тоже не помогает. Так, вернем ту строчку, которая была до этого, потому что она выглядит компактнее. И тоже правдиво. А не работает, а потому что мы не выходим из цикла, когда у нас n меньше либо равно нуля. Соответственно, нам нужно в конце каждого for поставить, если n меньше либо равно нуля, то мы выходим из этого цикла. Теперь скрываемые клетки. Теперь функция скрытия клеток работает верно. Уменьшим немножко нашу форму в конструкторе формы. Добавим так кнопку и запихнем туда текст проверить. То есть, эта кнопка будет у нас проверять на правильность решения данного судока. От нуля до n на n. То есть, через двенадцать цикл for мы пробегаем по всей нашей карте по кнопкам. Во-первых, получаем текст кнопки, затем сравниваем его с тем значением, которое лежит уже непосредственно на карте, который хранит все состояние карты. И через бульскую перемену мы посмотрим, если у нас хотя бы одно не соответствует, то значит судоку решено неверно. И даем пользователю понять, что в данном случае его решение неверно. Уберем эту бульскую перемену, потому что она нам не понадобится. А в случае, если все было верно, то просто выводим пользователю, что он решил верно. И после этого нам нужно по-новой создать карту. Все это нажали. Теперь я решил судоку. Мы нажимаем проверить. Все верно. Но после этого у нас новая карта не сгенерировалась. Соответственно, мы должны перед генерацией новой карты очистить нашу форму от старой карты. Через двойной цикл for мы удалим все кнопки, которые мы создали ранее. Именно кнопки, которые клетки. А кнопку проверить мы оставим. Нажали на проверить и у нас сгенерировалась новая карта. И так же можете побываться с увеличить количество итераций перемешки карты. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Игорь Негода. Игорь Негода.